Поэтому очень полезно ходить на кладбище, знаете? У нас семинаристы очень любили в морге ходить, я помню тоже, сам ходил. Очень отрезвляюще, скажу, ощущение. В морге бывали когда-нибудь? Да. Да очень, скажем так, в себя приходишь. Быстренько. У некоторых святых... Молодец, почему он умирает? Молодец, почему Господь убирает? По этой же причине. Господь видит, что человек уже, человек, который, младенец, если он крещён, он сейчас может попасть в царство Божие, а потом он станет разбойником. Вот известная история, когда ангел Божий лишил жизни одного младенца, когда один монах хотел узнать судьбу Божию. И тот ему сказал, что он будет главой банды разбойников, а сейчас на царство Божие попадёт. Вот. Всегда так смерть младенцев объясняется? Не всегда. Да, смерть младенца объясняет ещё чем. То, что с одной стороны, а с другой стороны, там человек уже достиг, очень быстро достиг высот, праведности. Два года. Ну вот у нас Терик, сколько Терик? Три года было. Мучен Терик. Да. Смучен цивилизм. Три года. И в небесах великий праведник. А во преемстве младенца? Будет разбойником, значит, желание так и сохранилось же у него. То есть, Господь, как бы что называется, Господь знает пути, понимаете, человека. Ну, пути. Если он хочет им быть, как же... Если человек в два года ещё не хочет, у него есть такая возможность, которая будет реализована именно так. Понимаете, Господь умеет, что называется, просчитывать. Бог видит свободную волю человека, хотя не определяет... Желание не возникло у него. А как это свободная воля других людей, там, свободная воля убийцы... Господь использует, Господь использует свободную волю и убийцы, и других людей для того, чтобы исполнить своё решение. Убийца согрешает, нарушая заповедь Божию, но волю Божию нарушить он не может. Понятно, да? Потому что если Господь будет неугодно, чтобы этого человека убили, то у него там осечка произойдёт, понимаете, там. Не зарвётся, там, сколько угодно случаев, там, да. Например, сейчас-то я смотрел по новостям, перед постом там был теракт в Индии, там погибло 65 человек. При этом ещё два... Один нормальный, исправил, не зарвались. Чё-то нормальный, обычно так бывает. То есть, Господь был угодно, чтобы вот эти погибли, а эти нет. Вот известно, что общая статистика говорит, что, например, в разбивающие самолёты на одну треть больше опоздавших или тех людей, которые сдали билеты. Понимаете, это всё по промыслу Божию происходит. Хотя зло этим никак не оправдывается, понимаете? Злая воля человека используется просто как средство для совершения благой воли Господа. Понятно, да? Но зло этим никак не оправдывается. Просто Бог использует это всё. Теперь, как нам... Вот какая смерть лучше? Самая лучшая смерть для христианин какая? Мученическая. Мученическая, конечно, да? За Христа Спасителя. Это самая наилучшая смерть, которая возможна для человека, в принципе. Вопреки мнению тех людей, которые считают, что мученическая смерть – это ужасно. Вопреки вот этим людям, которые соболезнования посылали в Оптину пустынь после убийства трёх монахов. Для христианина это, на самом деле, величайшая радость. В древней церкви никогда соболезнования не посылали. Знаете, когда узнали, что где-то кончина, где-то убили. Всегда поздравления посылали. Все церкви немедленно посылали делегации с поздравлениями в эту церковь. Понимаете? Чтобы поздравить с тем, что у них появился новый защитник на небесах, великий. Потому что мученическая смерть смывает все грехи без исключения, кроме ереси и раскола. Всё. Все остальные грехи, блуд, убийство, пробудеяние, всё смывается кроме ереси и раскола. Ереси и раскола. Ереси, то есть сознательное искажение учения церкви, не то что по невежеству, по незнанию, да? А именно сознательное искажение учения церкви, которое идёт против воли Бога, так? А раскол – это организация мятежа против церкви, так? Вот все остальные грехи смываются кроме мученической. Даже смертные? Все, да. В нефате вспомните. Большая. Мученическая болезнь не может тоже? Мученичество, опять-таки, мученичество. Вот нас подводит русский язык. Вот как в своё время славяне неправильно перевели слово мученик, вот с тех пор мы неправильно понимаемся. Вообще слово мученик нельзя перевели как мученик, свидетель. Понимаете? Свидетель. Вот как раз-то у арабов, вот как раз-то… Шахид, да, у них, да. Так и есть, да, шахид у них будет. Только у них свидетельство чего? Свидетельство, что у них их алангзол. А у нас свидетельство, что Христос благ, и он победил смерть. Понимаете? Поэтому мученик тот, кто своей смертью засвидетельствовал, что Христос победил смерть. Что он воскрес из мертвых. Понимаете? Вот в этом суть засвидетельство, а не то, что его мучили. Понимаете? У нас есть мученики, которые вообще умерли своей смертью. Например, первомученица Фекла, знаете, да? Она же своей смертью скончалась. Но она мученица. Фекла, первомученица Фекла. Фекла известна в России, обычно говорят Фекла, да. Или, например, мученица Галендуха. Или Святая Шушаника. Вот известно, что они, хотя прошли через пытли, через издевательства, да, но они умерли своей смертью. При этом они мученики. Они засвидетельствовали Слово Божие, понимаете? Своей жизнью, своей смертью. И вот... А если говоришь о смерти, и тебе говорят, что вообще молчи, и опять это все плохо... Ну зачем мы? Я говорю, мы сейчас о себе говорим, понимаете? Просто обычный. Так? Теперь. Конечно же, мы молимся всегда. Я думаю, каждый из нас с искренним сердцем осеняет себя крестным знанием и делает поклон, когда мы молимся о христианской кончине живота нашего. Безболезненный, непостыдный, мирный, да? И страшный ответ на страшную ценностью Христовой просим. Надеюсь, каждый из нас это искренне просит, так? Очень хотелось бы, да? Христианская кончина жизни нашей, непостыдной, мирной. И вот, если говорить про кончину жизни, интересно, что из таких естественных кончин, самая лучшая кончина, которой ты немножко догадываешься, что она будет. Поэтому часто считается, что раковые заболевания являются милостью Божьей. Милостью Божьей. Понятно почему? Потому что человек знает, что приблизительно через несколько месяцев он умрет, он может подготовиться, он может примириться с людьми, понимаете? Вот, он может каким-то образом исправить себя, таким образом подготовиться для вечности. Вот, а самая ужасная смерть, которая возможна для христианина, кроме там отсутствия, это внезапная, да. Почему? Потому что такой человек, он не собранный, уходит в вечность. А что, лечиться не надо, значит? Лечиться надо. А кто говорит, что не надо лечиться? Причем-то не надо лечиться и... Лечиться, готовиться. Лечиться, готовиться. Слава Богу, значит, воля Божьей такая, слава Богу, отлично. Значит, врачебная тайна, получается, вред? По нынешнему законодательству Российской Федерации, врач, который скрывает от пациента, находящегося в психическом здоровом состоянии, диагноз является преступником. И подвергается наказанию, там, по-моему, до трех, что ли, решение свободы. И это справедливо. А родственники? Врач обязан сказать не родственникам и не близким, а самому человеку, понимаете? Она обязана... Нет, после того, как эта статья была введена. Потому что на три года садится не всем хоть. В 95-м году она, по-моему, введена была, да. А в других странах нет, посетов. Нет, она введена по примеру Запада как раз-то. А если родственники позвали, а родственники не говорят, допустим. Они преступники. И дело в том, что если человек знает это о смерти и скрывает ее, он преступник. Он подводит страшный человек. Представляете, да? А, то есть успокаивать нельзя. Лгать вообще нехорошо. А тем более в таких случаях. А спид тоже может быть? Спид и наказание Божие. Прямое совершенно наказание Божие, которое может привести к исправлению, понимаете, человека. В 90% случаев спид, как известно, происходит из-за чего? Из-за наркотиков или гомосексуализма. Даже не просто блудок. Дети инфицированные рождаются. Я говорю, всегда любимый разговор при спиде. Ну, сейчас инфицированные дети составляют с собой 3% от тех, кто заразился спидом. 90%, по некоторым оценкам 95% это наркомания и разврат. Понимаете? Это очевидный кара Божия. Ну, очевидный совершенно. Вот. И мы сейчас вернемся все-таки к теме, да? Вот когда, каким образом готовятся? Вот вы заболеете. Во-первых, при болезни что мы должны делать? Если заболеет кто из вас, пускай призовет пресвитера в церковь, говорит апостол Иаков, и помажет его елеем во имя Господня. То есть и молитва веры спасет болящих и воздвигнет его Господь. Если будет грехи, отпустится ему. Соборование мы прибегаем во время болезни. У нас очень до сих пор есть миф такой, восходящий к хримокатолическому учению, что соборование это последнее помазание. Это ошибка. Соборование дается как раз для исцеления. И оно очень часто является таинством исцеляющим. На моих глазах исцелений было много. Я знаю множество других священников, которые сами свидетельствовали, что сотни или тысячи исцелений были от соборов. Почему? Потому что Господь, исцеляя человека больного, доказывает ему, что тело будет воскрешено. Понимаете, зачем исцеление-то дается? Чтобы убедить нас в воскресении тела. Потому что если тело не имеет никакой ценности, если оно сгниет в могиле, а зачем его исцелять-то? Понимаете, с какого смысл? Вот. Поэтому при болезни в любой сосне необходимо прибегать к таинству соборования. Если же вам сказали, что у вас диагноз, который может привести к смерти, там, онкология, там, да, или какие-то другие вот случаи, то необходимо, конечно же, что сделать? Необходимо готовиться следующим образом. Во-первых, необходимо свести к минимуму все свои земные дела. То есть, необходимо с земными делами распрощаться. То есть, необходимо рассчитаться за долгами, да? Чтобы не лежали, да, на других людях. Надо примириться со всеми ближними, обязательно, порядок. Так? Необходимо взять и каким-то образом сделать, чтобы у вас было как можно больше свободного времени. Понимаете? У нас просто дьявол, он загоняется, понимаете, вот такой совершенно загонный жизнь ведет. Замечаете, может быть, да? Дьявол пытается в суету загнать нас, чтобы мы вообще продохнуть не могли. Об этом еще в Библии сказано. Когда фараону пришел Моисей и сказал, отпусти народ мой. Что фараон сказал? Праздновай, праздновай, идите, работайте, работайте больше. Потому что от безделья вы хотите Богу помолиться, понимаете? Именно так дьявол до сих пор говорит, понимаете? Поэтому он называется духовным фараоном, понимаете? Хочет, чтобы люди в суету бегали и о всем забыли. Нет, если вы знали, что диагноз, ваша задача постараться каким-то образом выделить больше свободного времени. Заметьте, сейчас у нас происходит наоборот. У нас люди пытаются, узнав о диагнозе, себя больше заговорить, чтобы об этом не думать. Это глупо, понимаете? Об этом надо думать. Нужно смотреть в свою душу, да? Что? У нас там ничего не хватает. Срочно начинать новые добрые дела делать. Какие возможно сейчас, понимаете? Какие для вас возможно? Немедленно берите, торопитесь. Делать новые добрые дела. Дело в том, что от вашего предсмертного времени зависит, по какой траектории вы в вечность уйдете, понимаете? Если угодно. Разгон, насколько крутой будет. Такой образ, да, как самолет, насколько круто уйдет вверх. Чем больше вы будете стремиться к божественной жизни перед смертью, тем выше вы подниметесь в Царстве Божьем. Помните еще раз, я напоминаю, мы об этом вчера говорили, но еще раз напоминаю, что наша задача не просто попасть в рай, а попасть в рай как можно выше. Понятно? Наша задача как можно получить как можно больше даров. Понятно? Всякие мелочевки, давайте там только хотя бы понемножку, это не от Бога. Бог хочет своим детям, чтобы они большего хотели, а не меньшего. Понятно? Вот, перед смертью первое искушение, которое бывает, это искушение унынием. Одно человеку наваливается страшное уныние, говорит, как, за что, почему я сейчас умираю? По нормальному вопросу это не имеет смысла. Нужно вопрос ставить не почему, а что мне сейчас делать. В этом разговоре, потому что там тоска навалится и бессловесное, помните, что все бессловесное, оно не от Бога. То, что Христос называется Богом, Словом, да? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было у Бога. Бог наш, Христос, он Логос. Поэтому христианин полностью логичен. Понятно, да? Поэтому всякие бессловесные желания, там, тяга, там, и так далее, это значит, идет от кого? От врага Божия. Кто ли хочет нас разумом лечить? Только враг Божий. Поэтому всякие бессловесные тяга, тягота, вот эта уныние, тоска, она не Божия. Как она лечится? Надеждой. Отчаяние лечится чаянием, так? Вот как раз, когда человек видит, что у него есть угроза смерти, он что должен, чего-то должен чаять? А ну-ка, Симон Вера, как оканчивается? Чая воскресения мертвых и жизни будущего века. Лучшее лекарство, согласитесь, так ведь? От как раз-то, от тоски и уныния. Первое, это как раз-то, за что и почему нужно отложить. А нужно сказать так, что делать? Время мало. Я вижу, надо бы благодарить Бога, сказать, благодарите Господи, ты показал мне, что мне скоро покидать этот мир. Отлично, пора поковать чемоданы. Понимаете? Буквально, в смысле, пора... Вот не как глупые люди говорят, а я сейчас перед смертью оторвусь. А зачем? Лучше поковать чемодан по-настоящему, да? Что можно? Во-первых, нужно... Естественно, вот, представьте, вы приезжаете в другую страну. Вы поехали, не знаю, отдыхать, например, на курорт. Ваша задача какая? Вот вы купили путевку, так? Вы хотите, наверное, что-то там купить, да, на курорт? Вы что сделаете? Предварительно. А вы валюту будете что сделать? Рубли будете применять там на доллар или на евро, так? Точно так же, вот вы собираетесь на тот свет. Необходимо срочно конвертировать как можно большую сумму, чтобы там было на что жить, так? Есть смысл конвертации?